Утренний эфир телеканала Беларусь и Терегомель продолжается. Новый день с вами встречает передача Утренний Фрэш. Ну а я, Александр Лупиненко, расскажу об актуальных культурных событиях Гомеля, а также о других интересных событиях и фактах. Сегодня на территории Гомельской области прогнозируется переменная облачность без осадков. Столбики термометров поднимутся всего до 19 градусов. Ветер с западного направления скоростью до 5 метров в секунду. В выставочном зале университета имени Франциска Скорины открылась фотовыставка под названием «Человек читающий». «Читать всегда и везде» — это та тема, которая объединила полсотни снимков, отражающих эмоции на лицах людей с книгами в руках. «Человек читающий» — это проект, ставший итогом онлайн-фотомарафона Российского центра науки и культуры в Гомеле. Его первостепенная задача — отметить Всемирный день книголюбов. Получила продолжение в проведении фотоконкурса и выставках. Ну а познакомиться с экспозицией в выставочном зале университета можно до 25 сентября. Вход свободный, так что не пропустите. Во дворце Румянцевых и Паскевичей открыта художественная выставка под названием «Древнейшая из искусств». Она посвящена графике. В экспозиции более 80 работ из фондов музея, выполненных в разных техниках. Они охватывают период с 17 по 20 века. Гости дворца увидят графические произведения минувшего столетия, росписи, гравюры, а также рисунки, сделанные на пергаменте и бумаге. Все работы демонстрируют неограниченные возможности графики. Как правило, изображения хранят первое прикосновение к бумаге, первый полет мысли. И в этом особая прелесть графики. Познакомиться с выставкой «Древнейшие из искусств» можно до 8 ноября. В Музее истории печати и фотографии Гомельщины открыта выставка работ фотографа Еленки Донбровой. История экспозиции под названием «Игра света и тени» началась еще в 2009 году. Затем казалось, что кроме пары снимков больше ничего не получится. Еще 4 года идея не реализовывалась. Многие фотографии ушли в корзину. Но со временем у автора сформировался подход «Были поставлены конкретные рамки». А это отсутствие монтажа и серьезной обработки. Хотелось не рисовать, не придумывать, а именно увидеть и запечатлеть. Что из этого получилось, узнают гости Музея истории печати и фотографии Гомельщины. Выставка открыта до 6 октября. Теперь традиционно к другим интересным новостям. Ученые нашли способ превратить простой лист бумаги или картона в водонепроницаемую клавиатуру. Для ее создания использовали специальное водоотталкивающее и противопылевое покрытие. Оно позволяет наносить на бумагу токопроводящие схемы. На обратной стороне листа при помощи стандартной печати чернилами можно указать места, где должны находиться точки нажатия кнопок. Бумажная клавиатура легко масштабируется, не намокает. Она удобна в переноске и проста в обслуживании. Клавиатуре не нужны источники питания. Работает она за счет напряжения, которое вырабатывается от прикосновения человека. В одной из канадских компаний создали умные очки с интересной функцией. Они подсчитывают, сколько времени пользователь тратит бессмысленно. Разработка сможет следить за тем, на что человек тратит время и определит, что его интересовало в течение дня. Новинка способна вести учет бесполезно потраченного времени и отучить пользователя просиживать за гаджетами или компьютером бессмысла. Вмонтированная в линзы очков камера захватывает все, что попадает в поле зрения пользователя. Полученную информацию анализирует искусственный интеллект. Именно так становится известно, чем владелец устройства занимался в течение дня. А изучить подробный отчет можно уже будет в специальном приложении. Во дворе петербургского планетария мужчина установил мировой рекорд по длительности игры на фортепиано. Он играл 42 часа, 24 минуты и 47 секунд без перерыва. Причем исполнял пианист собственное произведение. Сначала музыкант планировал установить для себя музыкальный марафон длительностью 50 часов, но уснул. Но несмотря на это, он побил свой предыдущий мировой рекорд в 37 часов. А побить нынешний рекорд и все-таки отыграть 50 часов без перерыва он намерен уже в конце сентября. В Шотландии археологи нашли памятник эпохи Неолита. Изнутри каменная гробница возрастом 5000 лет выглядит как обычное жилище. Но в нем все как будто в зеркальном отражении. Например, детали интерьера, которые обычно находятся справа от входа, в гробнице установлены слева. Ученые отметили, что точно сказать, как выглядели многие детали, не представляется возможным, поскольку объект порядком поврежден. Эта история произошла с одним жителем США. Мужчина купил 20 лотерейных билетов и решил не очень напрягаться при выборе чисел. На всех 20 билетах он написал одинаковые номера. И каково же было его удивление, когда все они оказались выигрышными. Каждый из билетов принес счастливчику по 5000 долларов. Общая сумма выигрыша составила 100 тысяч долларов. Такой вот невероятный счастливый случай. Во многих европейских странах сохранились старинные замки, которые когда-то служили резиденциями для первых лиц. Среди таких царственных строений есть и те, которым удалось попасть на страницы книги рекордов Гиннеса. И этой честью достоился Виндзорский замок, площадь которого более 50 тысяч квадратных метров. Его история началась тысячу лет назад. И по сей день он является резиденцией британского монарха. Но, несмотря на это, вход для простых людей туда не закрыт. Правда, во время экскурсии придется соблюдать определенные правила. Сегодня в эфире очередной выпуск программы «Бизнес-план». Его создатели, как обычно, знакомят телезрителей с неординарными жителями региона, которые смогли превратить свое хобби в источник дохода. О пути к собственному бренду сумок и о составляющих успешной работы в семейном тандеме расскажут дизайнеры и ремесленники из Мозыря «Семья Евжик». А гомельчанка Татьяна Высоцкая поделится собственным опытом создания и продвижения бренда «Эко-сумок». Смотрите программу «Бизнес-план» на нашем канале сегодня в 15.35. Как всегда по будням в нашем эфире программа «Добрый вечер, Гомель». Это рассказ о ярких событиях из жизни Гомеля и Гомельской области. Разговор с интересными гостями в студии. Включайте телеканал «Доларусь-4» в 20.25. Не упустите хорошую возможность провести вечер всей семьей у телеэкрана. В этом выпуске в рубрике «Есть вопрос». Нотариус Александра Сувалова расскажет о тонкостях договора пожизненного содержания с иждивением. Нередко в внутреннюю контору обращаются граждане с вопросом о том, что я хочу оставить свою квартиру, либо дом какому-либо человеку. Однако взамен я хочу, чтобы он осуществлял за мной уход, покупал мне какие-либо продукты питания, производил уборку. И спрашивают, в какую форму можно облечь данное желание. Это договор пожизненного содержания с иждивением, по которому одна сторона передает свое недвижимое имущество другой стороне, а взамен за это другой гражданин обязан осуществлять уход, также покупать продукты питания и выполнять все те условия, которые стороны согласовывают между собой. В договор пожизненного содержания с иждивением могут быть внесены изменения по соглашению между сторонами. Это может быть и покупка лекарственных средств, уборка в помещении, приобретение одежды, обуви, постельного белья. То есть все то, что стороны между собой согласуют. Плюсом данного вида договора для лица, который осуществляет уход, является то, что впоследствии при смерти получателя ренты данное лицо не будет обращаться в нотариальную контору к нотариусу для оформления наследства, то есть не надо будет ждать 6 месяцев, чтобы получить свидетельство о праве на наследство. Плюсом для получателя ренты, то есть лица, за которым осуществляется уход, является то, что лицо, которому ты передал свое имущество, не сможет ни продать, ни обменять, ни подарить это имущество другому лицу без согласия, без вашего согласия. То есть для вас не станет неожиданностью то, что ваша квартира либо дом уже были кому-либо другому перепроданы, либо подарены. Это был «Утренний фреш». Я Александр Лупиненко. Желаю вам хорошего настроения. И пусть доброе утро сделает добрым весь день. Продолжение следует...